Личное состояние Исмаилова в апреле 2009 года русская версия журнала Forbes оценивала в 600 миллионов долларов. Тельман Марданович Исмаилов. Родился в 1956 году в городе Баку. Предприниматель, бывший владелец черкизовского рынка и руководитель группы АСТ. Общий оборот бизнеса в 2009 году составлял 2 миллиарда долларов. Тельман был десятым из 12 детей в небогатой семье горских евреев. Горские евреи – таты. Это небольшая этническая группа, закрытая и очень сплоченная. Они говорили на азербайджанском. Они не знали татский язык. А остальные горские евреи, они все между собой общаются на татском языке. Детство будущего миллионера было очень непростым. В шуточной викторине его детали раскрыл Максим Галкин. Сколько школ в Баку поменял Тельман? Он в школе не учился. Гениальный ответ. Второй интересный вопрос – это как в советское время Тельман в 18, если не ошибаюсь, лет ухитрил стать директором магазина. Тут ему явно помог отец, который в 70-е перестал быть бедным человеком и получил хлебное место в магазине, торгующем обувью. Тельман помогал ему со школьных лет и пошел по его стопам. Торговля была семейным делом. Это Исмаиловы умели. Как уверяет сам Тельман Исмаилов, он начал торговать с 14 лет. А это, на секундочку, это самое начало 70-х годов. Враги Тельмана Исмаилова всегда пытались выставить его диким человеком, у которого нет образования, вкуса и вообще каких-либо представлений о прекрасном. Торгашом, который поднялся на торговле ширпотребом, королем челноков и контрабандистов. Но на самом деле в юности это был весьма амбициозный юноша, который поставил задачу поступить в Московский институт народного хозяйства имени Плеханова и закончил престижную плешку. Он определенно тщеславный человек, он амбициозный человек. И он стал тяготиться своей малой родины, и он понимал, что путь лежит в Москве. Тельман Исмаилов открывает компанию, в которую привлекает многочисленных челноков. И предлагает им сдавать свой товар в его магазины. За полтора года он открыл полсотни торговых точек. И в 87-м году состоялось его историческое знакомство с человеком, которому он обязан всем. Он познакомился с тогдашним сотрудником Мосгородсполкома Юрием Михайловичем Лужковым. В начале 1994 года Тельман Исмаилов взял в аренду на 49 лет пустырь в восточном округе столицы между Щелковским и Измайловским шоссе. И построил на нем мелкооптовый рынок. Тогда в столице не было такого количества супермаркетов, как сегодня. Торговля продуктами шла в основном под открытым небом или в киосках. Рядом с куриными окорочками болтались на ветру дешевые шмотки. Но граждане были довольны. Дешево и сердито. Обороты Тельмана Исмаилова стремительно растут. Москва в 90-е превратилась в огромную торговую базу. За товаром сюда едут со всей страны. И Тельмана знают все. Тогда был фарт. Фарт во всем. Стартовый капитал, опыт, знакомство, бесхозная недвижимость, общая растерянность. Фартило во всем. Компанию АСТ Тельман Исмаилов основал в 1989 году. И название она получила по именам сыновей бизнесмена Олегпера и Сархана. Через несколько лет черкизовский рынок разросся так, что поглотил территорию размером в 80 футбольных полей. Про то, что там был когда-то спортивный стадион Измайлова, Москва казалась навсегда забылом. В середине 90-х на долгие годы Тельман Исмаилов введет в обиход милый семейный обычай. Кто-то говорит, что новое ювелирное украшение с бриллиантами он дарил супруге каждое утро. Но другие уверяют, что нет, всего лишь по субботам. Он мог себе позволить все. Запредельные гонорары для звезд мирового уровня и фото на фоне рояля из чистого золота. Дождь из 100-долларовых купюр и килограммы белужьей икры. Когда-то Тельман Исмаилов был одним из самых ярких и заметных московских бизнесменов, который был против лозунга «Деньги любят тишину». В день своего 50-летия Тельман Исмаилов мог с гордостью заявить, что является отцом трех прекрасных сыновей, счастливо женат, имеет в друзьях весь цвет столичной богемы и представителей власти и занимает 76-ю строчку в списке российского Форбс. И выше ему подниматься в списке миллиардеров совсем не нужно. Потому что как только ты попадаешь на верхнюю ступень, ты становишься объектом пристального внимания, а конкурентов, недоброжелателей и, безусловно, правоохранительных органов, а также больших политиков. Поэтому он славился тем, что никто не мог сказать, какой у него был поток кэша от рынка Черкизон. Это кадры оперативной съемки. Для того, чтобы накрыть контору по приему и переправке черного нала, сотрудникам правоохранительных органов пришлось прикинуться похоронной командой, которая якобы приехала в фирму ритуальных услуг, находящуюся на черкизовском рынке. Они увидели, что к маленькому незрачному домику подъезжает уборщик с тележкой мусора, забитый доверху, и заходит туда с какими-то мешками. Они поняли, что нужно брать. И когда они туда вошли, они действительно сумели изъять 4 миллиона долларов. Так была накрыта фирма «Хавала», что в переводе с арабского означает «вексель». Филиал крупной теневой международной структуры для перевода черного нала в разные страны. Как правило, денег криминальных, заработанных на торговле наркотой. И тот же Исмаилов это прекрасно понимал. Он жил по тем законам рынка, к которым привык. А они диктовались, естественно, такими бандитскими зачастую правилами. «Черкизун» состоял из 14 рынков. На рынке работало 100 тысяч граждан. То есть население крупного московского района. Это 650 миллиардов рублей в год крутился на этом «Черкизуне». Вы представляете, что это за цифра? Неучтенную выручку могли принять сразу несколько подпольных банков. Торговец приносил наличку и говорил, куда ее нужно отправить. К примеру, в город Красноярск. Сотрудник конторы говорил адрес в Красноярске, где можно будет получить эти деньги и кодовое слово. И без расписок, и каких-либо гарантий сгребал деньжащие. Схема работала много лет. Исмаилов, в основном, говорил и работал не с бандитами, хотя с ними тоже, а с представителями силовых структур. Контрабанда, нелегальное производство, десятки тысяч нелегалов, наркотики, безумный оборот черного нала. Это было обычным криминальным фоном ежедневной жизни Черкизона. И минимум раз в две недели здесь случались убийства, о чем догадывались несчастные жители соседних домов. Но милиция здесь бывала редко. На Черкизоне действовали собственные силовые структуры. Над провинившимися в чем-то торговцами вершил суд мощный ЧОП. Он же решал и все другие криминальные вопросы. И главное, не пускал сюда журналистов и всех проверяющих. Решение было на уровне главка, что никто туда вообще не лезет, ну, в том числе и на уровне округа. Исмаилов радушно принимал представителей силовых структур в своем роскошном доме, кормил с руки и гарантировал, что на территории Черкизовского рынка он поддерживает образцовый порядок. Однажды из-за теплой дружбы с Тельманом поссорились представители одного и того же силового ведомства. Каждый хотел дружить исключительно один. И с другими, чтобы Исмаилов не делился. Но хозяин Черкизона сумел договориться со всеми. И конфликт был исчерпан. В 2009-м прокуратура признает, что Тельману удалось купить весьма высоких покровителей. Не все так просто и легко, как может показаться. Когда идешь вглубь этой проблемы, там такие крыши выплывают, такие фигуры всплывают, что из детьми мамы не горюй. Там целый подземный город был. Действительно я в нем был. Это отдельная история. Заходишь, попадаешь в огромную какую-то территорию под землей, где можно все что угодно найти. На глубине 6 метров работали, жили, женились, рожали детей. Для одиноких тут работали дешевые публичные дома. В подземной ночлежке ночь стоила 100 рублей. Ни туалета, ни душа, ни даже раковины. Нужду справляли, где придется. Один раз в день рабы Черкизона поднимались наверх, к рыночным павильонам. Потом спускались обратно в свой вонючий ад. У всех не было документов. И находиться в России они не имели права. Нет ни отпечатков пальцев, ни даже визуального сравнения. Вот что страшно. Они вышли из норы, совершили, ушли. Под землей хранились тонны контрафактного товара. Большая часть, благодаря откатам на таможне, завозилась из Китая и Вьетнама. Но немало строчилось и прямо здесь. На одном этаже были продавцы, а на другом, киргизские, швейными машинками делали поддельные изделия, вешали туда лейблы Гуччи, Дольче, Кабана или что-то еще. В подземелье было несколько пунктов для сбора и переправки афганского героина. Отсюда наркота расползалась уже по всей стране. Торговлей наркотиками рулили несколько ОПГ. У каждой на рынке была своя армия из нелегалов, готовая в любую минуту к кровавой бойне. Сколько там трупов закопано, вывезено оттуда, в какие это самые разборки, вот, это сказать не может никто. По оценкам прессы, рынок приносил своим владельцам по одному миллиону долларов в сутки. Кроме этого, Тельман Исмаилов начал скупать дорогие участки земли и исторические здания в центре столицы. Его бизнес-империя насчитывала 31 компанию. Стоимость активов в 2007-м была 3 миллиарда долларов. Кроме черкизовского рынка, в группу компаний АСТ входили ресторан «Прага», девелоперская компания АСТ «Капстрой», два молокозавода АСТ «Долголетие», охранное агентство АСТ «Щит» и варшавский рынок. Самым надежным и постоянным источником супердоходов для Исмаилова был черкизовский рынок. Все остальные проекты бизнесмена были весьма сомнительного свойства. Дорогие москвичи, доброй ночи! На открытии ресторана «Прага» московский мэр, как обычно, нахваливал друга. Нашлись инициативные люди, которые взялись за это дело. И сегодня мы открываем самый красивый, самый большой ресторан в Москве. И самый дорогой. Уже в день открытия стало понятно, такие блюда и танцы по карману только сливкам московского общества. Официанты в ливреях подтаскивали роскошных поросят. На интерьеры Исмаилов грохнул миллионы долларов. «Прага» для него – это такой трофейный актив и статусный актив. А владеть историческим зданием в центре Москвы – это как минимум приятно и статусно. Реконструкция, вернее, турецкий евроремонт, извратили исторический облик легендарной Праги. Также бесчеловечно Исмаилов обошелся и с проданным ему зданием военторга неподалеку. Но о том, что это может кому-то не нравиться, он не думал никогда. В Праге он обустроил себе роскошный офис и очень гордился, что из него рукой подать до Кремля. А то, что залы в ресторане пустые и богатый люд ходить сюда не хочет, его особо не волновало. В 2009-м он решил ресторан продать. Просил за него полмиллиарда долларов. Никто Прагу не купил. Исмаилов оценивает Прагу в 120 миллионов, а ВТБ считало, что оно стоит не больше 30. Немногие бизнесмены в России способны создать эффективную команду, члены которой понимают все риски и обладают талантом управленцев. Своим людям Исмаилов платил фантастические зарплаты, но никто не говорил ему, что он совершает невыгодные сделки и вкладывает деньги в заведомо убыточные проекты. Всем очень нравилось кормиться от Черкизона и изображать работу настоящего офиса. И о том, что такая бизнес-империя обречена на гибель, никто не думал. Как правило, у любого руководителя есть целый штат советников, которые от любой безумной идеи должны человека отговаривать. А тут такое чувство, что одна идея была безумнее другой. 2009 год. Разгар мирового экономического кризиса. Весь мир лихорадит и бросает в холодный пот. Рушатся большие бизнесы, миллионеры кончают с собой, бедные становятся нищими. И только у Тельмана Исмаилова все просто прекрасно. В теплой и тогда еще любимой россиянами Турции он открывает Мардан Палас. Отель категории 7 звезд. Тусовка похожа на вручение премии «Оскар». Или премии MTV. На красной дорожке дефилируют Шарон Стоун и Ричард Гир. Брутальный сил. И наши российские звезды, знакомые все лица. Валдис Пельш, Владимир Винокур, Иосиф Кобзон. И вот она. Женщина мечты, от которой Тельман не отходил ни на минуту. Мистер Тельман Бартанович – это моя любовь. Желтая пресса потом написала, что это из-за московского миллиардера Моника Белучи рассталась с супругом Винсаном Касселем. Плухи появились, наверное, из-за того, что на пресс-конференции практически Тельман не отпускал Монику Белучи от себя. Я люблю Россию. А что же не любить за такие деньги? Марая Керри в нулевые стала чуть ли не придворной певицей Исмаилова. А Шерон Стоун подошла к своей миссии серьезнее всех. Она изучила биографию Тельмана Исмаилова, знала историю его семьи, детей, рассказывала, насколько она уважает вот эти традиции, чтит, что человек семейный, строит такие основательные вещи. Строительство самого большого и роскошного отеля в Турции обошлось Исмаилову в полтора миллиарда долларов. И это была не гостиница для отдыха на пляже, а несколько дворцов султана. Вообще-то такое количество золота я не видел в жизни нигде. Самый дешевый номер – 500 долларов в сутки. Самый дорогой – 20 тысяч долларов. Большинство – по пять. Похожих номеров вообще нет. Мебель и отделка везде абсолютно неповторимая. Мрамор какой-то итальянский специальный, горный хрусталь определенных пород. Сусальное золото, которое специально завезли, то есть перилы были из сусального золота, красота неописуемая. Площадь бассейнов с пресной водой – два гектара. Через бассейны ведут мосты, сделанные по рисункам Леонардо да Винчи. По воде курсируют гондолы. Галечный пляж засыпан песком, привезенным из Египта, потому что он самый лучший, не обжигает ног. Просто представить, сколько надо песка привезти, чтобы засыпать им пляж так, чтобы его моментально не смыло. Одна лишь стена рыбного ресторана «Эфломарин» обошлась в миллион долларов и была сделана из панцирей моллюсков. На территории отеля 10 ресторанов. Средняя цена одной тарелки – 300 евро. Столовые приборы из чистого серебра. Даже туалеты инкрустированы полудрагоценными камнями. Площадь лучшего номера – 600 квадратных метров. Кинозалов только на 6 человек. Уже было понятно на этапе строительства, что дело гиблое, что сжирает денег очень много. Тельман Исмаилов набрал невероятное количество кредитов. И бизнес-план, как обычно, был сделан на коленке. Оказалось, что мордан-палас будет стоить в три раза больше, чем планировали. И когда окупится, никому неизвестно. Фасад парадный, а сзади уже прорехи. Через прорехи голая попа уже просвечивает. Грандиозный отель на берегу Средиземного моря Тельман Исмаилов назвал в честь своего отца. Казалось, что это высшая точка в жизни бизнесмена. И он постоянно обращается к небу. Он открыл его в 100-летие, когда отцу исполнилось бы 100 лет. Это для него был символ. Вот он, вот смотри, папа, царство тебе небесное, чего я достиг. Да, вот он успел. Исмаилов начинал с того, что таскал коробки с обувью и занимался мелкой торговлей. Но сумел построить бизнес, который приносил ему миллионы долларов. Его любили, его уважали. Ему говорили, что он лучше всех. Исмаилов объяснял своим сыновьям, что главное для мужчины – бизнес. И говорил, что видит в них преемников. Хозяйство у них большое. Хватит денег на несколько поколений вперед. Но вот секретов успешного бизнеса передать им не мог. В единственном в жизни интервью газете «Ведомости» он сказал, иногда сделать что-то можешь, а рассказать как именно – нет. Этими словами можно описать едва ли не каждую его сделку и каждый проект. Он делал то, что не могли другие, но не рассказывал как. Я не знаю, насколько вообще можно считать заработанными деньгами то, что работал вот этот черкизовский рынок с огромным количеством людей на положении полунищих рабов, даже нищих рабов. А при этом человек на своем юбилее раскидывает деньги в воздух и считает это нормальным. На территории черкизона проживало 10 тысяч гастарбайтеров-нелегалов. Настоящий криминальный интернационал. Таджики, узбеки, вьетнамцы – кого здесь только не было. Там люди попросту вот на 20 квадратных метрах жили там 50-60 человек. Знаете, друг на друге лежали все. Кто-то стоя мог заснуть, потому что не было возможности поспать лежа. То есть кто-то в туалете мог спать. И это считалось еще нормально, когда крыша на голову хоть какая-то есть. Ну, как рабы. Еще 90 тысяч каждый день приходили сюда на работу, снимая комнаты и квартиры в прилегающих к рынку районах. Москвичи, жившие неподалеку, считали, что жизнь их кончена и превратилась в ад. Исмаилов не то что знал, что там творится. Более того, он зарабатывал на это. В 2007-м было вынесено судебное постановление о закрытии рынка. Однако Черкезон продолжал существовать и работать в привычном режиме еще два года. Слезы, короче, снимать, запрещен. Я вам еще раз говорю, камеру уберите. Понимаете, для того, чтобы пойти туда с проверкой, по развитию на проблеме, надо подписать определенный документ, высшедающий руководство. И вот на этой стадии возникает проблема. Ну, что тебе там делать, ну, что у тебя другой работы нет. Я, конечно, не буду сейчас озвучить эти фамилии. Казалось, это будет длиться вечно. Миллионы долларов черного кэша, купленные правоохранители и полное ощущение отдельного государства, в котором царят свои законы. В 2006-м на черкизовском рынке раздался мощный взрыв. И погибло 14 торговцев и покупателей. В новостях сказали теракт. А Исмаилов был уверен, что это происки его врагов, которые хотят лишить его огромной кормушки. Но этот случай расстроил его ненадолго. Все были настолько уверены, что Исмаилов непотопляемый, не только он в это верил, но и другие в это верили, что когда это случилось, естественно, просто никто не поверил. Черкизон закрыли в 2009-м году. Ликвидация позорного пятна на карте столицы проходила с огромным шумом. В Китае там чуть ли не демонстрации начались. Потому что там, опять-таки, со слов я говорю, что там чуть ли не город был целый, который работал на именно черкизовский рынок. Контрабандный товар опечатали, разогнали вонючий подземный город и вскоре стали сносить торговые ряды. Исмаилов лишился главного источника доходов, и вся его бизнес-империя стала идти ко дну. Огромный и страшно прожорливый мордан-палас стоял пустой и начал разрушаться. Банки требовали отдать кредиты, потраченные на стройку века. Накопились фантастические долги за электричество. Исмаилов решил отель продать. Вложил от одного до двух миллиардов евро, а продал за 125 миллионов евро. Исмаилов подался в Чеченскую республику. Там ему предложили инвестировать деньги в консервный завод, но это показалось ему слишком мелко. И он уехал оттуда ни с чем. Он попытался заняться строительством, но кредитов банки ему не давали. Был замечен в Казахстане и на Украине. Но и там ничего не вышло. У него нет ничего. И феномен это именно в том, что это первый миллиардер, который официально стал банкротом. Была опись в его, грубо говоря, имущества. То есть, соответственно, нашли там земельный участок у него, в Одинцово. 25 тысяч рублей наличными у него было. И 28 долларов на счете. Но при этом он был замечен в Турции в компании одного миллиардера из Казахстана и юных проституток, которые за ночь берут по 10 тысяч долларов. Поэтому многие считают, что банкротство его – очередная афера, чтобы все кредиторы наконец-то от него отстали и дали наконец-то спокойно пожить. Никаких сомнений, что какие-нибудь 10, 50 или 100 миллионов долларов находятся в каком-то банке на каких-нибудь Каймановых островах. Это был удивительный персонаж из лихих 90-х, перелетевший на золоченом самолете в тучные нулевые и потерпевший крушение с оглушительным звуком. Он и раньше не давал интервью. А сегодня и вовсе не хочет видеть прессу. Сказать ему – нечего. А что он скажет? Я был миллиардером, я был владельцем жизни, я строил золотые замки, а сейчас я банкрот. Субтитры создавал DimaTorzok